Всем привет! Мы сегодня не занимаемся ничем особенным в Паттайе, мы приехали в большой-большой магазин, так называемый местный Ашанки, где есть все, от одежды до еды, от косметики до техники и айфонов. Айфоны, кстати, стоят примерно столько же, сколько в России, как нам сказали. Вот это такой масштаб. Вот это местное пиво у них тут продают. Ча-то. Да, самое известное. Алкоголь крепкий. А вот так у них продают рис мешками, потому что здесь риса очень много едят, его всякого разного, гигантскими мешками. А вот цены на рис. 245 тугриков, если перевезти в рубли, то будет... Ну, надо баллон нажать, что 500 рублей. 500 рублей, да. Это вообще нормально. Сколько здесь? 5 килограмм риса за 500 рублей. Ну, вот такие вот цены тут. Не, здесь есть дешевле рис. Здесь попроще какой-то рис. Вот по 169. И обязательно счастливых детей надо показать, чтобы рис лучше продавался. Вот здесь вот такой гигантский лук. Гигантский лук стоит здесь 64 рубля за килограмм. Морковка тоже генномодифицированная, большая. 27 бат, что при умножении получится 54 рубля за килограмм. И картошечка 45 бат за килограмм. Вот у них тут такие шарлотки. Продаются яблочные пироги. Багеты. Багет стоит 39 бат. 80 рублей за багет. Так, не хило-то. В общем, это большой магазин. Здесь очень много свежих овощей и фруктов. Конечно, здесь можно закупаться всеми овощами и фруктами. Да, мы еще сегодня пойдем на фруктовый рынок. Но в супермаркете цены дороже, но ассортимент больше. Это для тех, кому удобнее приехать на машине и на тележке. Купить все и сразу, не толкаться по рынкам. Кто хочет дешевле, тот идет на рынок. Ну да, очень много классных фруктов здесь. Все, что хочешь. В Азии очень любят желе всякое. Правильно. Вот, например, вот такие вот штучки продают. Это такие пластиковые штучки, которые дети высасывают. Да, с разными вкусами. И вот это вот пластика очень много они производят, конечно, такими штуками. Дети выпивают, выбрасывают. Вон такие желешечки побольше там есть. А вот это вот наша фейворит. Да, вот это радуга желейная. Вот эти всякие питьевые штучки. Ну и много всякой другой чепушни. Вот они прям самые дешевые. Желейки. Ну и много японской всякой фигни. Вот эти палочки, они изначально, по-моему, японские были. Европейские всякие штучки. Вот американское все. Херши. Да, Херши. Это американский бренд. Не очень дорого, кстати. Прям непонятно почему. Видать, в Таиланде тоже ценятся продукты, сделанные в Германии, потому что на всех шоколадках Риттер Спорт есть значки Made in Germany. Первый раз вижу значок Made in Germany на Риттер Спорте. Интересная особенность, что Red Bull в Таиланде продается в стеклянных бутылочках. И многие его пьют в стеклянных бутылочках, прям закидываются им и работают 24 на 7. То есть видно, люди очень мало спят в этой стране, кто там работает или в пробках стоят. Здесь можно купить джинсы, всякие футболочки. Есть дешевые футболки по 90 батов за футболку. Это будет 180 рублей. Здесь парфюмерия всякая. Да, у них красота очень ценится, поэтому очень много всякого. Нашли тут в косметике классный бренд тайский. Вазелин Мэн. Вазелин. Все для мужчин. Классная витрина с искусственной едой, которая выглядит очень аппетитно. Такой пластиковый рис, сальный. Очень здорово. Суши. Суши шикарный. Мы идем по этой автомагистрали и не знаем, ход ли здесь общественный транспорт или нет. Наткнулись тут, короче, на магазин байков. Можно снять, а можно купить. И вот, короче, я так понимаю, вот этот вот кастомный байк стоит 850 тысяч бат. Полтора ляма рублей, даже больше. Неплохо такой байк. И дуделка у него. Дроссель. А, это дроссель. Интересный знак мы тут заметили. Называется шорткат. То есть, грубо говоря, здесь шоссе идет, и если кому-то надо на другую улицу, то можно здесь срезать, чтобы в пробке не стоять на повороте в другом месте. Особенность, которую мы заметили в местных супермаркетах в Таиланде. Продают яйца, но почему-то по 4 штуки, и мы не понимали, почему. Но на рынке увидели такие красные шарики, которые вот здесь видно. И оказывается, что красные шарики – это запеченные яйца. На рынке их пекут, протыкая на палочку, а здесь их каким-то… Ну, то есть, они уже готовы к применению. Вот как вот здесь вот мы можем видеть, любят супчик сразу, чтобы все яички. Чтобы его не готовить, бахну уже вареное, вернее, печеное яйцо. Печеное яйцо, да. И вот внутри такой будет красный желток.